Масленичная неделя С каких времен он к нам пришел и почему он называется Масленицей? Никто не знает, с каких времен пришла к нам Масленица Это единственный загадочный праздник во всей науке, который называется этнография и фольклористика Никто не знает Но одно достоверно, что это единственный древний ведический славянский праздник Как говорят языческий, хотя язычество, язык чести это хорошее слово Ведической традиции, который за все время существования на огромной территории православного христианства Не был уничтожен и не был побежден И на этот праздник не наложился ни один другой сюжет Потому что иначе сложилось исторически так, что на этих землях были свои верования, свои боги И когда Русь крестилась в разных землях, то естественно, чтобы сохранить земледельческую обрядность Все православные праздники лучшие были наложены на древние славянские, дохристианские праздники И поэтому календарь ведический во многом совпадает с календарем православным Если брать назад, отступать во времени в смысле обрядности А Масленица – это единственный праздник, который, я бы так сказала, признан даже православной церковью Масленица идет 9 дней Это ритуальное поминает число из поминального обряда похоронного Масленица началась в прошедшую субботу Вот у нас сегодня среда, Масленичная неделя, и в четверг у нас что? 17 четверг Четверг – Масленичная неделя А Масленица началась в субботу, накануне так называемой Масленичной недели Это были великие поминки, называется в народе день деды, не поминовение всех ушедших В православной церкви это называется Родительская суббота Вот в прошедшую субботу, накануне вашей Масленичной недели, как вы себе представляете, была Родительская суббота Потом было воскресенье, потом была целая неделя, и закончится это прощенным воскресеньем Когда все друг у друга будут прощения просить, точно так же, как просят прощения у ушедшего человека У ушедшего с поверхности земли То есть просят прощения у его души То есть 9 дней, плюс начинается большой пост, который идет 40 дней 9 дней плюс 40 дней поста до Пасхи Это у нас сколько? Ну, практически 50 дней Потом идет пасхальная неделя, которая идет 9 дней Потому что пасхальная неделя начинается в воскресенье, связано с воскрешением Сына Божьего Дальше идет Красная горка, называется неделя пасхальная И заканчивается она на 9 день во вторник, когда очередная Великая Родительская суббота Только пасхальная, вы понимаете, какое обрамление? Но самое главное, эти 9 дней пасхальной недели к себе потом еще прибавляют 40 дней И приходит праздник по имени Троица Троица это будет встреча лета То есть у нас Масленица похороны зимы, встреча весны А Троица это будут похороны весны и встреча лета И в связи с этим я беру в руки вот эти прекрасные куколки Это кулики-жаворонушки Они могли быть разные Во-первых, вот они сделаны здесь как игральные Как игрушки для маленьких детей Детки их нанизывали на палочки, видите? Кулики-жаворонушки И они с ними выходили на взгорки, залезали на крыши, там, где им родители разрешали Или брали в руки испеченное печенье Вернее, даже не печенье, а булочки Которые назывались кулики-жаворонушки Где кулики, где жаворонушки Это берется тесто дрожжевое, оно поднимается Из него делают такие колбаски, как народ говорит Дети, самые лучшие кулики получаются у детей, когда они их сами делают Берется эта колбаска небольшая, заворачивается в узелок И получается птичка Головка, тельце и хвостик Распушают хвостик А сюда, клюки-жаворонушки А сюда вставляют зернышки из изюма Потому что он большой изюм, его хорошо видно Вот дети брали такие специальные птички Или эти булочки И пели специальные песни Потому что масленица Это вторая зазывка весны И третий раз Детки вот с этими ритуальными птичками И будут печь опять эти булочки Они будут кликнуть масленицу на троицу Кликнуть весну на троицу Но на троицу они уже будут прощаться Дети видят, во-первых, как сжигают масленицу Масленицу не сжигали Никогда Не сжигали Делали Значит, возьмем профессора Афанасьева Просвеса в Московском университете До революционного 19 века Его запись в книге у него Живое слово называется книга Он там пишет Как он наблюдал масленицу Как на шикарной большой телеге Запряженной в тройку лошадей Ехала целая компания Там сидела роскошная, красивая, молодая девушка Со всеми эротическими символами С большой грудью У него дословно написано Самая красивая, полная девушка Потому что все худое Это все было больное Все было плохое А рядом с ней ехал Сделанный из соломы Вот она Из веточек Из соломы Может быть, просто крест деревянный А на нем соломой обмазана Ехал масленик Одетый, драный, рваный Он же старый год Он же истрепался То есть ехала шикарно одета Ей искали, во всей деревне Искали одежду, чтобы ее красиво одеть Самая роскошная девушка С косой, с грудями Красивая, улыбающаяся А рядом с ней ехал этот ветхий Устаревший уже тот самый масленик Который на прощеную неделю Разденут в поле В котором потом будут родить урожаи Чтобы придать полю Животворящие силы природы А почему голье? Что такое голье? Здесь были почечки Когда это было растение Здесь были листочки и цветочки Здесь были плоды Это то, что состоялось Это животворящие силы природы Но они умерли Эти животворящие силы природы И превратились Вот это голье В солому превратились Так вот, этого масленика Возок и еще много-много разных восков Веселых, шумных, смешных Молодежи И не только молодежи И детей, и взрослых Съезжались на поле Которое потом будет запахано Раздевали этого масленика Раздевали его Разбрасывали его по полю А часть его, вот этого голья Оставляли и зажигали костер То есть не просто как человека сжигали Не одетого, тем более Символ человека сжигали Или сжигали полностью его А уголья Тогда дровишки подкладывали Чтобы он загорелся А уголья из этого костра Разбрасывали по всему полю Чтобы разродиться Поле помогло потом родить Разродиться А почему сжигали? Почему вдруг костер появляется? У нас костер появляется 4 раза в году В национальном календаре Масленица А потом у нас появится Следующий костер на Ивана Купала Потому что Масленица Это Новый год Рождается солнце Нужно помочь ему разродиться А потом на Ивана Купала Когда идет коловорот солнца На зимний коловорот солнца Тоже 25-го, 23-го Костер зажигали на каждом дворе А общинный костер Летом зажигали Чтобы помочь солнцу не умереть Сжигали на летний коловорот солнца Это по нынешним числам 23-25 июня А по старому календарю Это в ночь 6 на 7 июля Так называемый праздник Купала Так вот через Масленичный костер Не прыгали Вокруг него не водили хороводы Хороводы водили вокруг Масленицы Символизирующий собой жизнь Она одета, она красивая, она нарядная А то, что сгорело Это было жертвоприношение солнца Чтобы помочь ему разгореться Чтобы каждый кусочек пламени Этого костра Каждый уголек Помог великому солнцу разгореться А почему же тогда сейчас сжигают женскую особь Если раньше вы говорите, что сжигали мужскую масленика Это, наверное, были студенты-заочники Только не наши во время более раннего Которые недоучились Немножко переврали историю Конечно Потому что это красиво Это понтово Потому что потерялся сакральный смысл масленицы И забывают об одном Что похоронный поминальный обряд Основан на великом знании Которое теперь доказывают ученые О том, что по смерти Из человека Вылетает сгусток энергии Эмманация Яйцевидной формы Имеет вес Имеет запах Ее уже отсканировали Приборы Это все известно Это называется душа Почему Сорок дней идет пост Вот Масленица Девять дней Поминальный обряд Потому что только на сороковой день После смерти Душа Фактически расстается с телом Хотя человека хоронят только на третий день А почему хоронят на третий день Потому что до трех дней Последним в человеческом Вот в нашем роботе Биороботе Умирает слуховой нерв И три дня на человеком читают псалмы И его оплакивают Голосят по нему Точно так же Все Если взять Проследить Все песнопения Песни Фольклор весь Который запинут Масленичный Там тоже бабы Голосит Это тоже Голошение У нас Не такое отношение К смерти Как было у наших пращеров Вот мы считаем Что мы помрем И на этом все Закончится А ведь и христианство И ведическая традиция Говорят О том Что все только начинается После нашей смерти Практически Наша шикарная планета На которой мы живем Которую мы Так небрежно относимся Она Как бы место Где Создатель Ставит точки Чего человек достоин В будущей жизни И считал Что по смерти Человек Душа человека Предстает Прежде чем Перестать перед Богом Предстает на суду Своих умерших предков А лучшее Самые великие Из предков В древности Становились богами Ну вот например Маршал Жоков Если бы это было в древности Он стал бы богом войны Это однозначно Потому что Или кто-то Или Ушаков Стал бы Богом Я не знаю Морского флота Потому что Он не потерпел Ни одного поражения Это божественное предназначение Понимаете Вести за собой людей Побеждать Вот Совершенно другое Отношение к смерти Совершенно другое Отношение к жизни Поэтому Жили не за страх А за совесть Такую совесть Совесть Весть со создателем Понимаете Совершенно другое Отношение было к жизни Совершенно другое Было отношение К смерти И вот на Масленицу Вроде бы это печальный обряд Там сжигают Это огромные государственные похороны Когда хоронили там Язычники И викинги И кто бы этот К смерти отрасились не печально А радовались Что он уже с Богом А мы еще здесь И это была тризна Богатая Пили не потому Что там печаль Свою заливали Пели Плясали Потому что Радовались Что он уже ушел В высшее измерение В параллельный мир И поэтому Вся огромная масленица Это веселье Связанное С поклонением Животворящим силам природы Значит создателем И поклонение Совсем тем Что может создать Это простейшая магия Например Катание с гор Кто быстрее прокатится Считалось у того Больше урожай будет Лучше урожай будет Все священодействия С молодыми парами Значит молодыми Считались те люди Молодыми парами Муж и жена Кто женился От масленицы до масленицы Вот например У вас свадьба В течение года Вы будете называться молодыми Только до следующей масленицы Даже если у вас Вот накануне поста Предмасленичного Что было Вот если То есть Если вы неделю до масленицы Женились Вы будете только неделю молодыми А если вы женились Или замуж вышли В масленичную неделю То вы будете молодыми Целый год До следующей масленицы Что касается Блинов Да Давайте перейдем к блинам Есть ли у этого Какая-то историческая значимость И зачем мы кушаем блины На масленице Что такое блин? Что такое блин? Блин Символ женского начала А когда в центр хороводя Доставят Представить хозяина хоровода Если где-то Вот на масленицу Как я это делаю Да Это уже символ соития Точка Это древняя славянская символика Круг С центра С точкой в середине Это символ Соития Эротического Это символ плодородия Мужское начало В женском начале И как только Этот самый Круг Этот Блин Вернемся к блину Символ вечности Символ бесконечности Символ женского начала И число женское Это восьмерка Это два круга А положенное на бачок Это символ бесконечности Математически Это все Песни Слова из одной песни А если мы с вами Возьмем Предположим Сюжет Из чего сделан блин? Давайте с вами рассуждать Из чего делается блин? Вот я сейчас пеку Все время Каждый день Пеку блины У меня все соседи Все родственники Все мои друзья Они все У меня В моих блинах О, как жаль, что не я Ваш сосед Я вас приглашаю Приходите Ради Бога Первое Яйцо Символ жизни Мука Мука Это размельченное зерно Которое выросло в поле Это то, что родилось Это символика Плодородия Оно состоялось Вот я состоялась Потому что у меня есть дочь Вы состоитесь Когда у вас родятся Вы женитесь У вас родятся дети Вы тогда состоятесь Вы сейчас еще не состоявшийся человек Вы можете 10 образований иметь Но вы сейчас Вы конечны Бесконечность Это дети И внуки И дальше Зерно состоялось в поле Его обдували ветры На него светило солнце На него лил дождь Оно приняло все микроэлементы земли Это Это зерно Это Животворящая сила природы Это как яйцо Они равнозначны Поэтому всегда на священные праздники Осыпают людей зерном И на свадьбу осыпают молодых зерном Чтобы это все плодородило Значит зерно Дальше пошли Масло Что такое масло? Масло тоже берется Оно может быть из растения масла А может быть из животного происхождения То есть здесь Смотрите Растительный мир Животный мир И мир Который у нас с вами Но яйцо-то тоже животный мир Понимаете? И вот это все То, что вызрело под солнцем Было полито дождями Проросло в земле Но чтобы посадить это зерно И оно проросло Нужно было эту землю согреть А кто греет солнце? А мы просим На масленицу солнышко согреть землю Будем кликать весну К разну Ой, кулики, же воронушки Прилетите к нам на воротюшки Агу Принесите к нам лето красное Лето красное Весну теплую Агу Лето красное Весну теплую С малинкою Со смородинкой Агу Ой, кулики, же воронушки Прилетите к нам на воротюшки Агу Спасибо, Татьяна Ксенияна И, как вы сказали, будем кликать весну Короче, я поняла Надо садиться в интернет И писать вне ваших лимитов Видимо, да Видимо, да Видимо, да Сказали, будем кликать весну Ну, а я напомню У нас в гостях была артистка Сочинской государственной филармонии Нацент Сочинского государственного университета Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Левкевич Редактор субтитров А.Семкин